Местечко Вальксы, Тироль, Австрия. Именно здесь, то ли в четвертый раз, то ли в пятый проводят свой летний сбор московские локомотивы. Даже старожилы уже точно и не скажут. Причем вновь в отеле Зихов. Такое постоянство случайным быть не может. Что же привлекает из раза в раз нашу команду? Джанет Лесник, правая рука владельца отеля, любезно согласилась все показать и рассказать. Действительно, это место пользовалось популярностью всегда. Отсюда и такое количество звезд на стенах в подземном переходе между зданиями отеля. Здесь в разное время останавливались известные деятели шоу-бизнеса, а однажды даже проходили съемки криминалистического сериала. А сколько футбольных личностей? Бастиан Швайнштегер, Тивиза, Сердар Тоски. Мной Нойер и вовсе именно здесь впервые попробовал себя в конном спорте. Дело в том, что хозяин отеля, Кристиан Мюнстера, большой футбольный болельщик и друг многих игроков. 12 лет назад, мистер Мюнстер, мистер Кристиан Мюнстер, он любит футбол. И это была идея, чтобы ему и его папа построить футбол там и приглашать или предложить техники сюда, чтобы делать тренинг, потому что у них есть лучшие условия здесь. Так в этом местечке по-настоящему появился большой футбол. В начале команды Бундеслиги, а вскоре международное признание привело сюда многие национальные команды. Польша, Украина, Камерун, Литва, ну и, конечно, российские коррективы. Рубин, Терек, Краснотар, Локомотив. Серьезно, что у Джанет любимый наш игрок Барк Бусуфа. Но помимо любви Кристиан к футболу и появления футбольного поля, у отеля Зихов еще множество козырей в виде невероятной инфраструктуры, включающие в себя не только поле и тренажерный зал, но и площадку для пляжного волейбола, боулинг и даже грунтовые теннисные корты. Есть стойкое ощущение, что в этом отеле можно жить годы напролет. Это не реклама, нет. Это скорее восхищение тем фактом, что местные катакомбы постоянно приводят к чему-то интересному. Например, к аквапарку, на наличие которого снаружи и намека нет. Здесь, кстати, возрастной рекорд был установлен минувшей зимой и принадлежит 86-летнему австрийцу. Также в водном комплексе 5 бассейнов и бесчетное количество всевозможных саундов. Нельзя обойти стороной вопрос питания спортивной команды. Хотя вопроса-то особо и нет. Шеф-повар ресторана Тони вот уже 30 лет работает в Зихов и прекрасно знает все требования по здоровому питанию. А вот Джанет делится с нами одним секретом о кое-каких командах и игроках. Имен раскрывать не будем. Несмотря на великовозрастные постройки, все блестит, сверкает и работает, как будто было сделано вчера. Проверено ЛОГО ТВ. Дело в том, что каждый год в ноябре отель закрывается на шестинедельное обновление. При всем блеске сооружений наиболее знаковым для Зихов является часовня, построенная Кристианом пару лет назад в память об отце. Вальтер Мюнстер воплотил в жизнь идею матери и создал, пожалуй, самый семейный и самый душевный отель в мире. Он был замечательный человек. Он был очень приятный менеджер для нас. Он был очень приятный и близкий человек. Он был очень приятный и очень приятный человек. И в целом, это было его жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok